В минувшие выходные наша страна отметила День защитника Отечества. Торжественные мероприятия прошли в нашем регионе. Основные традиционно состоялись в столице Верхней Волжья. В них приняли участие руководители региона, депутаты разных уровней, ветераны, военнослужащие, а также жители Верхней Волжья. Стартовали торжественные мероприятия с церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе «Город Воинской Славы». Участие в них приняли губернатор Игорь Руденя, сенатор Людмила Скаковская, депутат Госдумы Юлия Саранова, председатель законодательного собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амбросий, руководители территориальных подразделений федеральных ведомств, города, военнослужащие, представители общественных объединений. В память о погибших защитниках Отечества Игорь Руденя и другие участники церемонии возложили цветы и почтили память павших воинов минутой молчания. Аналогичные церемонии состоялись и у обелиска Победы. Здесь выстроились ровными рядами курсанты и слушатели Академии воздушно-космической обороны имени Жукова, ученики средней школы номер 16, воспитанники кадетской роты имени Михаила Тверского, а также члены молодежного движения Юнармия. Руководитель его регионального штаба Виктория Апостолова отмечает, что вопреки устоявшегося мнению, 23 февраля это не сугубо мужской праздник. В силовых структурах сейчас служат немало представительниц прекрасного пола. Я считаю, что это мой праздник, потому что я работаю в сфере военно-патриотического воспитания, а также учусь в военном учебном центре, где получаю военную специальность, военный риск. И при выходе из службы я получу погонный лейтенант и, конечно же, буду служить на благо Отечества. Среди гостей праздника были и тверичане, в том числе участники СВО. Как известно, на фронте Верхневоложие представляют, как регулярные соединения, так и добровольцы. На мой взгляд, это очень важно, так как нужно отстаивать наши интересы, наши традиции. Идут все обычные ребята защищать, просто отстаивать интересы своей страны. У кого-то погиб там брат, у кого-то друг, у кого-то просто душа лежит, что он чувствует, что он должен быть там, плечом к плечу стоять с своими братьями. Ну и, конечно, зрители с удовольствием понаблюдали за торжественным прохождением военнослужащих Тверского гарнизона, сотрудников МЧС, юно-армейцев, а также учеников кадетского класса. Торжественное прохождение закрывает сводный военный оркестр военной академии воздушно-космической обороны имени Барсова-Жукова.